Но где же ты, любовь моя, для кого твои глаз не горят, для кого твое сердце стучит, с кем ты делишь печаль? Моя любимая куколка, именно так свою супругу называл великий баритон Иосиф Кобзон. Миниатюрная, с открытой улыбкой, Нелли Михайловна делает всё, чтобы сохранить память о своём муже. В Нижний Новгород она приехала, чтобы не пропустить этот день, день памяти, когда в театре кукол увековечивают имя Кобзона. Мне очень радостно, что сегодня такое будет совершено действие. Сегодня будет открыта доска памяти, установленная в честь Иосифа Давыдовича. На этом самом месте, вот здесь, в тогда ещё задней филармонии, выступала Иосиф Кобзон, выступали другие большие музыканты, проходили фестивали, в том числе современной музыки тогда. И для них, для всех, это была просто обычная жизнь, с шутками весёлые, с путешествиями, с приключениями. И сейчас, из 2021 года, многие из этих людей, из великих людей, которые вошли в учебники, кажутся такими бронзовыми, застывшими фигурами. Но мне кажется, что вот такими мероприятиями и самим фактом увековечения, и постоянного возвращения к этой памяти, мы можем, и благодаря вам, конечно же, протягивать этот мостик в прошлое. Театр кукол выбран не случайно. Именно на этой сцене музыкант выступал много раз. С 1937 по 71 годы тут находилась филармония. В репертуаре Иосифа Давыдовича была песня «Привет тебе, мой город горький». Он пел её вместе с Валентиной Толкуновой. «Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь». И вот, наконец, торжественный момент. Памятную доску открывает Нелли Михайловна вместе с дочерью Натальей Кобзон. И теперь Нелли Михайловна делится с нашей съёмочной группой воспоминаниями о Нижнем Новгороде. Оказывается, наш город супруги очень любили. В Нижнем Новгороде много раз были. И Иосиф тут со своими друзьями рыбачил. И мы катались на таких маленьких пароходиках по Волге. И такие воспоминания молодости, тепла, света, любви вот с этим городом у меня связаны. Для нас, для нижегородцев, очень знаменательно, что вот такая памятная доска будет увековечивать его имя. И мы, нижегородцы, проходя мимо прекрасного здания нашего театра кукол, будем вспоминать этого великого человека и гордиться тем, что он любил наш Нижний Новгород. Наталья Лисова, Вячеслав Орлов. Время новостей.